ребят всем привет с вами боря сегодня будем делать левиафана собирать для клановых боев потому что прошлый раз два раза я покатал на своем левике и оказалось что много чего не готов дамага вкидывает много но его быстро разбирают так еще давайте много расскажу вам про свой левиафан вот такой у меня замечательный красивый левиафан собирался он совсем короче нет для клановых боев собирался он намного раньше для того чтобы на тест драйве ботиков собирать давайте соберем ботиков этим левиафаном и пойдем собирать новый левиафан вот для вот этих вот делом как собирался изначально для вот этого тест драйва специально делался быстрый с доплером с радарами еще вот таких вот раз сразу все ботиков мы собрали придавать левиафан наверно сохранил куда-нибудь на выставку у меня тут мало чего есть мало чего можно удалить чтобы сохранить левиафан да лучше всего конечно сохранить его именно на выставке подпишем для начала здесь надо сохранить все сохранить все сохранить писать то будешь хоть что нибудь вот назовем его и gpd ласка и gpd это тег моего клана ласка название левика я вам давно такое придумал название вот как бы как то так почему ласка потому что он как зверей хищный выходит из своей берлоги и грубо говоря из убежища из укрытия и ест мышек всяких ботиков поздравить поэтому название ласка все отлично теперь вот теперь просто можем взять его удалить все будем собирать левик полностью с нуля так что как то так короче давайте ребят из всех кланов боев что я понял надо делать так что кабина была сзади будем собирать у нас дается сколько там энергии 60 да наверное начнем собирать левик но это я пока просто накидываю сначала долго думал какую кабину взять то есть давайте для начала выкинем все оружие которым я буду пользоваться при постройке левика то есть мы забьем вот эти сколько там дается энергии кабину 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 конечно какую надо надо быструю кабину ребят из быстрых кабин либо грифон либо тарена надо ставить я вам честно скажу либо нового но лучше конечно тарена потому что тарена добавляет точность оружия я в основном буду на левик ставить либо женицы короче буду ставить гелиусы буду ставить и тошнители для тошнителя конечно много кабин самое лучшее я считаю гарпия для тошнителя кабина но тарена не хуже тарена даже лучше потому что тарена дает огромную точность и уже когда тошнителю упускает 4 гранаты именно все 4 попадают в цель поэтому у нее даже урон может быть больше чем у гарпии ну и плюс женицам она добавляет точность но и всему остальному вооружению так что для начала нужно сделать надо просто поставить основные модули которые вам будут нужны в бою это подназначен аполлон мне тоже будет очень нужен потому что каждое вооружение оно очень нужно на левик пока я просто накидываю сейчас это час-два уделим времени вот пока левик собирается давайте выкидывать все оружие которым я буду пользоваться действительно в бою гелиусу тоже очень много дамага наносит на самом деле я сейчас хочу забить энергию и забить по числу деталей потом будем строить платформу так 3 гелиуса мы выкинули вот давайте энергию забиваем полностью что мы будем еще использовать помимо этого будем использовать тошнители тошнители я вообще 4 хотел сделать но пока 3 вместо 4 я поставлю ассемблер на время потом заменю его просто потому что вот сколько тошнитель занимает 6 энергии это тоже по энергии это 6 занимает ну и по килограммам также где-то примерно вот давайте сразу ставим всю оружие которая будет у меня на легке стоять так как я вам сказал ассемблер особо не очень оружие на левиафане но я его все равно поставлю потому что этот я потом его заменю на тошнит видите он даже по размерам схож по всем параграммам что у нас сегодня походе недели давайте посмотрим что у нас сегодня походе недели давайте посмотрим что у нас среда завтра четверг так нет не на триггерах а 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 что там построить тебе такое время будет лейтингер так да я знаю так ну все ладно ребят да вот он мне про чё говорит левики на триггерах вот если мы зайдем в выставку да вот это тоже был бы рассказ не полный левиафаны сделаем даже здесь триггер пишем вот все имеют ввиду примерно вот такой левиафан который на ускорителях просто несется как бандура но он очень неуправляемый ребята смотрите у него чё плюс да кабина где у него а ну это беспонтовая у него кабина в центре обычно такое делают кабина сзади потому что левик вражеский бьет по кабине если вы кабину спрячете в центр ну тут она тоже вот ближе к заду сделано хорошо короче сделано вот ребята вообще вот эта компоновка очень удачная хорошая она реально вытаскивает мощно я ничего не спорю я не хочу делать вот такую фигню я хочу сделать более управляемый левиафан плюс я не хочу тратить эти ускорители да я хочу сделать получше вот этого вот это что за крутяк а что за такой космический корабль звуков нифига крутяк такой не ну я знаю это вообще неэффективный ну блин смотрится вообще диск тарелка типа угарно угарно ребята офигительно смотрится прикольный левиафан конечно ладно лайк тоже заслужил не вопрос все 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 не отвлекаемся делаем наш левиафан так давайте что еще я поставлю из вооружения то есть сначала мы забиваем единицы вооружениями модулями и так далее из вооружения я очень хочу поставить сейчас вам покажу одно вооружение вот хочу поставить ракетный комплекс гнездо высокоточной ракеты ребят объясняю для чего это ставится он только один такая вещь ставится это одна для чего она ставится для того чтобы догонять из воротливых ховеров которые по-красиному играют прячутся за укрытие вот ховер допустим вражеский выскочил на тебя ракеты в него залетели даже если он в укрытие спрячется они его добьют когда в конце вы с левиком остаетесь против кого-нибудь одного ховера например блин на скорпах лично быть фигне вот эта штука на капец как нужная на самом деле очень нужная вещь много таких ставить смысла нет потому что они удара особо не наносят много вот я решил поставить только одну она будет мне просто как оружие поддержки так следующее что из вооружения для жнецов желательно поставить аврору в обязательном порядке чтобы она нагревала а жнецы разбить разбивали по хорошему надо 2 аврора ставить но у меня второй нет поэтому я поставлю триггер один триггер у меня есть боевого пропуска не продажный ничего все так и теперь давайте модули что из модули самые основные модули ребят надо ставить не такие вот как на ускорителях единицы энергии ваши должны тратиться на на нанесение урона то есть как можно больше надо нанести урона по врагу поэтому я возьму блок питания это штука поможет моим великам стрелять лучше круче на так следующие модули мне нужны обязательно то есть что в команде нужно команде нужно два модуля это обязательно доплер и верик чтоб выбивать врагов и чтоб команда все видела я не хочу чтобы мои сокламовцы ставили себе доплеры потому что пусть лучше они на урон сделают поэтому хочешь не хочешь вот этот модули это не на вооружение нацелены это модули на то чтобы видеть врага все но они просто живут просто 2 единицы ну я считаю что это хороший модуль и поэтому их обязательно будем ставить все модули вниз я наверно пока не буду ставить свечу может быть в будущем поставку следующий модуль который мне надо поставить это в обязательном порядке и радиаторы вот эти и охладители для тошнителей ну для тошнилок лучше всего вот эти модули ставить то есть вот такие радиаторы один у меня ведь улучшенный на 99 процентов это обычный это тоже мне выпал ну пока будем вот такими ставить модулями чего не хватит таких модули на как можно больше ставишь и тошнилки стреляли хорошо да ну нафиг энергия что ли вся забилась вот это капец конечно 66 энергии забилось ребята я даже ни одного радиатора не поставил не ну это фигово конечно хоть вот этот бери убирает все да 66 энергии очень быть разобились я даже мотор не поставил хотя мотор хотел поставить ладно давайте сделаем так наверное все таки конечно быстро очень 66 энергии забилось вот это гнездо убирают это мы наверное уберем пока что-то более слабое тригид кэш оружие хорошее не знаю ребят не знаю чего убрать из-за ручки тошки тоже много жрут энергии очень тошки накидывать будут капитально самое основное это тошки и гелики ну и женицы с авророй тоже но сам бы еще триггера в помощь так ну тогда надо гнезду наверное убирать все таки ну хотя она очень нужна вещь ладно пока уберем тогда наверно триггер да триггер один уберем пока и вместо него наставим радиаторов ну и радиаторы естественно все будем улучшать прокачивать тогда в таком случае мотор надо еще одним поставить обязательно из полина до поставить мотор это даже не обсуждается что он добавит огромную мощность а мощности извините меня это бешеный разгон давайте еще радиаторов накидаем радиаторы очень важная вещь на самом деле чтобы тошнилки охлаждались и стреляли лучше но лучше конечно вот такие нерпы поставить вместо вот этих потом я заменю блин так быстро 6 энергии забилось но скорее всего придется вот это гнездо убирать я посмотрю если оно не сильно нужно будет да вместо ансемблера конечно штрикер поставить но все таки я пока его хочу придержать потому что лучше конечно чтоб разом тошнилки больше урона накидали чем две будут но продолжительные все энергию мы забили первый этап завершен второй этап смотрите у нас есть такое понятие как грузоподъемность то есть вот эта вот шкала это предельной массы вот у нас предельная масса сколько там 62500 нам надо сделать так что вот эта красная линия грузоподъемности не только дошла но и перешла но перешла мы не сможем сделать но то есть надо так что грузоподъемность превышала предельную массу для чего это делается для того чтобы если вам в бою оторвут колесо либо лапу там либо еще что-то движитель ваш оторвут чтобы естественно вы уже ну кажется легких чтоб не терял ускорение не терял скорость вот поэтому для начала будем выкидывать лапы то есть я хочу сделать наклонную сосиску будем выкидывать лапы я буду сначала выкидывать такие которые легкие лапы из боевого пропуска вот они идут просто кидаем так да лапы у меня будут все сзади больше стоять а в впереди будут бигфуты бигфутов тоже надо закинуть очень много для начала давайте возьмем поворотные бигфуты так поворотных 6 и из поворотных я хочу еще два вот этих колеса на самый перед поставить их тоже кидаем сюда теперь будем не поворотные брать бигфуты которые будут идти в середине ну бодры тоже будет добавляться ох еще один поворотный что-то осталось а вот пять до его шестой теперь не поворотные но не поворотные я тоже хочу выкинуть еще у нас не приводит до пределки даже не дошла ребятам надо пределку превысить поверьте уже почти дошла до пределки смотрите значит надо взять еще пару бигра потому что колеса у меня уже кончились правильно колеса кончились затворник остались но вот такие уже не было а еще ховера я хотел до поставить ховера я хотел поставить только в качестве эксперимента проэкспериментировать будет ли с ними ускорение либо будет же крафт тормозить намного сейчас пока выставим вот так в ряд не знаю на сколько ребят видео затянется сколько она уже идет ну вот уже идет двадцать одну минуту а мы только начали строить ну ребят я хочу легких хороших серьезным построить поэтому вот так вот основательно я к этому ко всему подхожу вы сами видите да так поехали дальше ну можно еще вот таких одинаковых биграм которые на прочность улучшены я их самый верх поставил все по идее вот этого всего хватит чтобы двигать легких там во все стороны для начала давайте про экспериментируем вот так например сделаем вот так возьмем пару рам вот этих последних которых я поставил даже сделаем так делаем вот так это это не левик это просто эксперимент не пугайтесь так сильно сразу для техники видно динам я хочу проверить будут ли коверы помогать этому двигателю ну вот максимально конечно вот так как можно воткнуть друг другу примерно так будут ли они помогать толкать крафт либо они будут наоборот тормозить потому что сейчас по идее он должен быстро ехать будет кинем сейчас вот так вот мотором к примеру к примеру от ребяток пример сюда где поворотный из колеса пока давайте вот так наклон будет примерно такой же только на всю длину растянется он выезжаем и смотрим какой разгон облом знаете чего он разгоняется как бы очень быстро но разгоняется очень быстро до скорость 75 но видите он не превышает скорость 75 это минус большой то есть эти ховеры хоть и разгоняет его но они его тормозят и зато допустим он так быстро не едет ну хотя тоже но не так конечно вперед вперед он разгоняется в разы побыстрее примерно такой же наклонный я хотел сделать очень большой чтобы длинный был в принципе в бою концепция по приколу можно такой попробовать он очень быстро разгоняется во все стороны он почти крутится крафт такой для боя можно придумать для обычного но не львефа 75 на самом деле это очень мало надо чтобы он гонял больше чем 75 но зато он будет очень маневренный и разворотливый будет если ховеры добавить так пробуем убрать ховеры все разгоняется он конечно в разы да хотя ничего не медленно давай тормозим да в принципе он даже быстро также разгоняется только смотрите он едет быстрее на нам все ребят без ускорителей максималку не сделаешь больше слишком большую максималку 120 мне не надо мне вот это достаточно главное чтобы он разгонялся быстро конечно не такой маневренный с этими спойлерами задница вообще заносилась как ну вот в принципе все будем туда левик строить вот по такому принципу ладно ребят приступим напрямую к строительству и погнали снимаем пока все наши колесики ставим как были так ховеры я пока убираю в таком случае потому что 75 скорость меня не устраивают вот такой предел вместо них мы сейчас еще две лапы кинем лучше да платформу надо будет длинным конечно делать то точно с 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 даже нет давайте еще две лапы кинем у меня еще две есть лапы то есть все равно лап должно очень много быть даже не для того чтобы там грузоподъемности пределку превысить если честно но есть одна из таких вероятности что чем больше у вас лап тем соответственно что правильно чем больше у вас лап ног и колес тем меньше враг катается вас так у нас сколько уже 46 деталей 180 используем нам надо ставить детали на жир все ребят вот это основное ну где-то вот здесь мы его строить начнем что-то сзади позакидали так рамы давай тоже уберем пока вот так ребят как думать какие рамы надо ставить легкие или тяжелые я вам всем скажу рамы надо ставить легкие потому что шанс того что вас распилят очень небольшой до левика особо в кв так никто не нападает сколько у него клеток раз два три четыре пять шесть на плюс желательно сделать чтобы каждая иногда на своей раме стояла так начнем ребят знаете чего самых наверно тоненьких рам и рам самых длинных так 108 килограмм это сколько занимает 162 ну вот вот такая рама примерно по прочности как вот это вот идет возьмем мы две такие рамы для начала все и начнем на них уже ставить наши ноги кстати у меня все устойчивость ко всему урону идут две лапы и мощность поэтому мы их ставим на самый самый конец ребят следующий рамы нам надо как можно ближе к задней части поставить при этом так сделаешь и смотрите да ведь она так но не ставится на 6 значит надо что нам сейчас на данный момент сделать это кинуть еще две рамы пробуем взять сначала вот такие рамы и проверить нас насколько тут если мы вот так поставим не ставится если ставим вот так пробуем слишком далеко видите она даже если хоть и поставится но это слишком далеко но мне надо пошире их сделать то есть отменяется это что-то эта рама тоже отменяется то значит берем раму сейчас два на шесть мы уже такую берем то что тяжелое не надо слишком так вот мы и кидаем насколько близко становится теперь нога до этого это тоже улучшена это простая простые ноги давай сюда так не может потому что беру даже да мне надо сделать и лапы как можно как можно шире то есть вот это самая узкая часть то есть уже чем вот так то рама не поставишься только на одну при этом у меня 66 клеток закрывается поэтому в таком случае в таком случае мы как рамок поставим все равно она ставится слишком далеко видите да слишком значит такой вариант не подходит да что ты будешь делать на ка паузу так ребята продолжаем собирать лёгик наш что тут мы настроили накидали всякого мусора да вот на этом мы остановились пробуем значит сделать что-то посерьезнее если посерьезнее то я имею ввиду закинуть наверное вот такую раму для начала чтоб лапу поставить можно ближе вот это и близко и хорошо то есть лапы как можно ближе друг другу ставятся при таком расположении желательно чтоб каждая лапа за свою раму держаться да одна у меня биограмма простая совсем правильно правильно как будет выглядеть кабина в таком случае проверяем если я вот так сделал она держится держится то есть видите каждая рамка должна по факту держаться за кабину отлично что нам нужно если мы на 6 раму сейчас поставим она влезет сюда на 6 я думаю что вряд ли влезет нет так то она влезет но вопрос влезет на ли на нее нога видите не влазит ребят но никак не ставится а мне нельзя подумать убираем берем одну из больших рам теперь проверяем влезет теперь вот видите смотрите влезла и стоит как можно ближе к остальным лапам все вот такой ширины легика я думаю достаточно будет через чур даже я бы сказал теперь смотрите если мы поставим кабину нам надо сделать так чтоб кабина держалась за все рамы вот еще один назад вот так она держится за все рамы теперь возьмем две атаке рамы поставим их вот так а кстати ногу то не поставили сюда это будет не паук ребят это будет левит тапочек ну что то мне кажется он слишком здоровый да ну-ка дай-ка вот так проверим если вот так нет или нет даже не так вот эти чё то мне кажется слишком стоят да надо тогда взад рамы вытягивать еще сильнее насколько я понял да 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 рамы тогда да немножко неправильно мы тогда поставили тогда рамы надо вытягивать сильнее взад чтобы он не слишком широкий ноги что-то получились ребят слишком широченные я бы сказал очень даже но если даже вот два биф-фута взять ну типа сейчас на время да длинный-длинный будет он крафт то я просто ща прикидываю колесики нет это слишком длинный он будет везде зацепляться будет то есть лапы это слишком длинный короче надо их как-то поставить уже если уже значит надо делать их намного длиннее правильно правильно короче расположение ног вот такое вообще наверное не годится никуда ни при каких условиях да да но и плюс это же так кабина получится в средине да у нас да если нам расположение лап по-другому как-то сделать а так как же нам можно расположение лап то сделать если если кинуть кабину да вот это слишком широко то есть значит надо сделать каким-то образом вытянуть их да 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 я с этим полностью согласен ребят так он не ставится на то есть кабина должна передам своим тогда получается захватывать максимум да вот эти рамки он должен максимум захватывать вот эти рамки он должен и максимум захватывать но то есть какие то есть может горе Да, примерно вот так Тогда оно будет выглядеть у нас Да, скорее всего что-то так будет выглядеть Короче, который устойчиво ко всему урону И кидаем на самый зад лапы Потому что зад будет разбиваться тоже очень-очень быстро Хотя нет, пусть они здесь стоят Как раз серединка, да, должна у кабинки Имеется в виду серединка Все, а там будут в середине грузоподъемные раны достать Понял Слишком широкий, ребят, получился, Лёвих Но для этого тест-драйв не нужен, если честно Чтобы понять, широкий, не широкий Какой он у нас получается Да, слишком широкий это не то, ребята Катаем долгое время на пауке Я это понимаю отчетливо Проверяем, если я вот сюда поставлю еще вот такую рамку Насколько он у меня Вот так будет ли он шире этого Ну, в принципе, да Так, вот эту штуку подвинем как можно дальше Так, вставляем рамку Конечно, мотор я уберу отсюда Вот это я так просто кидаю пока Вот это слишком получается Видите, слишком вытащена нога получается Вот эти нормально смотрятся То есть Лёвих не должен быть слишком такой длиннейший Да То есть, знаешь, соответственно, раз он не должен быть длиннейший Вот эти Вот эти уже можно тоже так же оставить Либо сделать их хуже Я, наверное, не буду делать Считаешь, хочу гнездо запрятать сюда Да, одно из вооружений Вот это вот И вон оно каким-то образом вообще Отлично То есть сам наш ракетный кубец Как можно ниже спрячем Чтобы он То есть был ниже рам А тут-то снизу мы его защитим Чем-нибудь Даже теми же ногами защитим Вот Вот так пока кинем на время На время Так, вот здесь надо поставить Наверное, какой из двойных рам Самый лучший Вот эти, наверное, да? Не, ну да Там можно другие, кажется Посмотрим, насколько он может так Вот так она может встать, да? Отлично Вот И не слишком ли И по длине получилось хорошо Ну что, ребят Отлично Компоновка Осталось только забронировать Все, спрятать Сколько у нас? Еще две ноги, да? Есть Ну такая, конечно, компоновка Вот эти только длинно слишком стоят Здесь надо каким-то образом Либо вот эти вывести Немножко сюда Вот так эти туда поглубже, да? Зайду Но они туда не будут на рамах стоять Ну да Тогда и вот эти можно сделать, да? Ну да Тут уже получается Что задние рамы просто висят То есть не лежат Да? Да Ну если длиннее сделать Они, конечно, будут лежать Зато он не... Да Но он зато не такой километровый Да, у нас получился Да Да Не такой километровый получился То, что же огромный плюс Что будем делать с ним? Как рамы будем ставить? Так, надо тогда сделать Что-нибудь поприкольнее Если поприкольнее что-то делать То сзади надо еще рамы сделать То есть две ноги вперед уже ставить Смысл я не вижу Я их хочу куда-нибудь сюда влепить Если влеплять их сюда куда-нибудь То это нужно сделать Еще одно разделение по рамам, что ли Да, гнездо отлично вписало Здесь оно, наверное, не останется Туннелем мы сделаем Щепо летать могу Все, откуда Ну плюс не нравится мне то, что на двух Вот таких легких все держится Вот это, по идее, тоже должно за кабину держаться Да, ребят, да Путем вот таким вот переделыванием Все, одной достаточно Чтоб она держалась за кабину То же самое здесь Эту ножку чуть-чуть уберем на время На время, ребят Тогда вот эти две центральные Вообще, по идее, не нужны Нафига не нужны Если вот эти за кабину держатся Что, за них ничего не держится? Да, убираем смело Так, она не поставится Так, оно не поставится Как его теперь поставят там? Так, если мы будем это таким образом делать То в таком случае, в таком случае Значит Эти надо вытянуть как можно дальше Но опять же, мы возвращаемся В первоначальной конструкции Да, ребят Теперь, чем расставлять всякое там оружие Конечно, вот это лучше был бы вариант Сделать вот это все Все Следующим шагом мы здесь Не мы, а я Поставлю вот Ага Тогда уберем на 6 Какую рамку пробуем Ну нормально Давай, тогда так и станем Если вот так поставить Насколько она будет Ох, она вот так почти станет, да? Да, но это слишком высох И даже, смотрите Больше, чем вот эта передняя рама А если на 5 ее сделать? На 5 мы ее не можем, да? Да, на 5 мы ее никак физически не сделаем Хотя Если вот так попробовать Встанет на 5 О, вот теперь она, смотрите Встала на 5 Да, на 5 она встала Но это нехорошо На самом деле Давайте, ладно, вот так сделаем Ребята, я думаю Это самый хороший вариант Они совсем будут близко Которые друг к другу стоят Практически на одной Затрите линии Все, отлично Остальные рамы выставляем здесь То, что две рамы Не будут кабину касаться Это все равно Вот эти же касаются Сколько у нас там Две еще, да? Нет, нет, нет Так, я понял Я у вас понял Сыр Опять, опять мы вышли за пределы То есть, вот это и так Мы должны понимать Что вот это последний предел Который стоит превышать Да, поэтому все-таки нет Все-таки вот этот предел Мы превышать физически не будем Никак Да, я тоже так считаю Что этот предел Его превышать нельзя Если поставить на четыре рамка Ну, есть такая маленькая За кабину держится Есть За кабину держится Ага Тут тогда сможем еще что-то придумать Нет, не хочет Чуть-чуть уже получились А следующую поставим Чуть-чуть пошире, да? Ну да, где-то так и будем ставить Ну, по-другому, ребята Они не ставятся никак Вот вы хоть что со мной делаете Ну, хотя можно на тот же этот поставить Если сейчас вот так уберем чуть-чуть Колеса передние, да, я знаю Попроще чуть-чуть будет А вот ставить Если вот так же сделать Поставится ли так эта рамка Нет, тоже не ставится Все, вот Тогда оставим в таком порядке Да, это наш предел Теперь надо либо заужать У нас заужать больше получается, чем расширить Я хотел такого раскидистого сильно сделать Паука, конечно А что изначально планировали Так и сделать То есть вот эти заузить сильные Думаю, вот я, ребят, думаю, не знаю, что сделать с ним Заузить с катерами, чтобы покрасивее как-то сзади все смотрелось Вот это наш предел, за который нам нельзя выходить Видите, получается все равно слишком Как, ребятки, я кое-что придумал Чуть-чуть получше кое-что Да, если вот это немножко убрать И сделать его туда Если мы возьмем, сделаем это, чтобы уберем пока Все, вот она чуть ниже ушла Да, максимум на 6 можно, да, расширить Отлично, я понял А теперь расширим это на 6 Да, вот так сделаем, смотрите Вот, вот теперь мы и на 6 получилось И покрасивее И по-равному, смотрите, оно держится намного лучше Теперь вот обязательно две такие берем Выставляем сюда Вот это у нас получается полный предел Вот выше этого расширять уже нельзя Нам надо сделать так, чтобы кабину А теперь Как можно было ближе к заду Но при этом, чтобы она вот тепляла все рамы Можно даже вот так сделать Все, все равно, даже если вот так ее поставить Она все равно впереди, дальше может зацепить Так, понятно, впереди у него 4 крепления у кабины Если мы его вот так сделаем Вот так и вот так То впереди 4 То есть две еще рамы она физически может, да, зацепить Да, по идее, вот эти две тоже будут держаться за кабину Максимально, да, ребят, надо максимально Чтобы все держалось за кабину Вот, видите, она одним квадратиком За кабину все-таки держится Отлично, это очень хорошо Очень хорошая идея И вот эти рамы И вот эти рамы А эти центральные нафига А лесника мне нафига не нужны Что они держат? Они эти все равно все за кабину держатся Тогда вот эти, смотрите, что мы сделаем Вот эти максимально вытащим Вот, чтобы они за кабиной только один краешком держатся Это что нам, да, знаешь, то, что мы что-нибудь Рацию, например, можем спрятать или еще что-то За секунду не отойду я, ребят, уже час собираем Ребят, я, в общем, вернулся Сейчас будем дальше доделывать Много хреб Все-таки думаю, может кабину на зад сильнее намного сдвинуть На самый-самый зад ее сдвинуть Сколько еще, потому что две рамы Нам надо, в общем, две граммы, да Потому что вот то, что мы сейчас построили Это вообще, ребята, фигня получилась Вот эти нафига рамы жирные тогда нужны Если мы ничего не можем с ними сделать Да, если мы на них ничего не можем поставить Нет, сюда надо ноги сделать, это однозначно Если ноги делать вверх Все-таки, да, ребята, я все-таки склоняюсь к тому, что надо На кабинку А так она не поставится, да Да, а так она не поставится Как физически Да, если две рамы кинуть в самый зад Еще В кабинку сдвинуть назад А, ты вот так она же постоянно Может быть, что это значит, что она спит Нет, кинуть в самый раз А так она же будет На кабинке Долбит в два Так с себе Взяли всё Я не могу, чтобы наissance Непрещение 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 Любовая Непрещение Непрещение ребят честно надоело уже тебе грамма целый час переставления мы будем доделывать уже то что взялись и так что я думаю в конце должен быть очень красиво да на самый зад покрепче рамок среди муж такие более выносливые да чувствую вот так сделать как можно больше на зад кабинусом где он там стоит левик надо продолжать еще намного вперед где-то вот досюда досюда и 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 достаточно если поставить не так если поставить не так если поставить не так как бы наличие нам оставить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну, конечно, длиннее больше нас Все, наконец-то я тебе играл Вот так я, ребят, в любом случае поставлю Хоть будет тут за кабиной места, хоть не будет Все равно уровень Потому что я уже задолбался Вот в стройке, честно Ну, что-нибудь можно спрятать Да, ты что? Да, начнула Беда, я почти все время Бегать он будет Типа так, что ли Ну, типа, да Типа так Чего здесь идти? Я не скажу, что это Диа Да, я просто проверяю Вот так передние колеса, видишь, не лежат На земле не полностью Ну, он файк-полук больше управляется А я хотел еще 2 биограмма поставить Да, не надо мне Ну, скорее-то, конечно, надо вот длиннее делать Так, не знаю Наклонный зато, видишь, какой получился Наклонный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, шире уже делать не надо От самого ширины Ой, так здорово Все, давайте тогда делаем дальше Специально Сверя тоже серединка Он тут по-любому поворотному ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабка, тут чуть-чуть диканье осталось Да я знаю, что перестану Да я знаю, что перестану ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя вообще не в тему раму Чуть-чуть чуть-чуть подниму ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, ты много болтаешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты мне тут не команду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слагба-поч ten Это может Н Pompeo ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 вон он так отсюда даже стреляет и так даже задом встанем в основном будет не будет он стрелять смотри даже так стреляет из далека ну и так уж у нас шутка получился нормальный даже задом смотри стреляет неважно как ты к врагу встанет ну можно и покрасивее колеса вот эти сделать если честно а 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 но это же даже просто для понтов я кинул сейчас еще дальше будем делать сейчас платформу сделаем в этом оружие быстро накидать получится были то не поворот на колеса уже заужать его пора уже не нужен такой раскид стыда сама переда быть по моему отлично получается нет набраться спали мне нужен быстрый разгон а не максимальная скорость спирт допер длинный получается поместим их суша тяжелый рамы к нам вот сюда надо было кидано все но хотя нет перед впереди они важнее потому что впереди оружие еще будет И лучше раскидать пальмельку, чтобы нормально все было. Сынтрашнее время не брошался. Все оружие не стресло. В прошлом время хотя бы. Получается не еще, да? Ага. Он мощный получается, да? Ну как? Точно мощный. Это мощный? Да как он? У тебя по-любому будет мощный здесь? Точно. Точно. Да он и так мощный, нормально. Вон там? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, уговорили, будем с тяжелых нам строить. Я с вами себя уговорю. Да, подавшись, лучше тяжело застать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда вот эти лучше впереди тяжело застать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. за она пока ручка стоит и тащи без брони до я в конце офигительно получится ли это я таких уже не поездочного слушай может еще таки биограмму сделан вот теперь точно смотрим и колеса надо раскидистые сделать да некрасиво получился полеса надо раскидистые пошире сделать а сюда еще можно биограмму кину слишком длиннее да 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 точно ты знаешь когда в конце ты останешься в полу никакой с одной ногой он спокойно выходить когда у него мощности будет много когда бронз не смотри надо короче колеса да блин на фига ты шифт нажала по измельчу нежу ну-ка не смотреть надо эти передние колеса передние короче а средины после биограмма они не нужны они не поворотные видишь они не поворачиваются смотри они просто так стоят для грузоподъемности может лучше кинуть еще все-таки биограмма счет эти две он тех как думаешь в серединку что-то слишком он биограмм мало получился да нет да накинуть да и тогда а чё эти шире что-либо они на одном уровне потом кажется так что шире тогда давай вот так вот сделано точно поворот на колесо поворотного сюда к ним я тоже колес нет сзади нельзя пробовать с удачи многие шутки нанеси то убери руки все тут даже можно знаешь даже можно вот так их нет так осу дальше я хотел 2 тима сделать удачи те два колеса маленьких самых их вперед хотел воткнуть вперед надо вперед что перед не был таким широченным красивый лёв получается уже даже а какую можно раму взять тогда вот эти кожи тоже наняту есть а на 4 на 4 на 4 да ну да на 4 на 4 рамки есть вот тяжелые рамки на 4 возьмем вот так вот вот и там отвал поместится ух и тут чё слышь как на внутрь весел не видно да да он видно что касается но что зато я буду видеть всю карту буду стрелять офигительно на драму вот эти выдвинуть чуть-чуть и лапы еще поставить я думаю офигительно надо сделать на давай лапы еще кинем с гаража возьмем лапы еще фух злой там их назад кинем вот эти вот вместо вот этих возьмем вот эти заберем где еще одну ну простую ладну я просто думал перевешивать будет окажется нет простоешь когда начало строишь ховера если сделать он вообще будет 75 больше не будет ехать да но зато он будет очень маневренный очень так ну что давай пробуем тогда вот сюда также она не встанет нет не станет тогда начнем так сюда и пока вот тут начинаем опять мозга хамской нет а слушай если нам его не так сделать если нам его вместо колеса сделать но она слишком тогда вперед получать ну хотя нет он так колес дофига до центр можно это сделать да вот так отлично получается смотреть но я знаю что я их назад хотела еще это тоже ближе не поставить ну давай вместо вот этих я хотел а нет вместо вот этих потому что забыть получать сильный что все будут левику за практически заходить такие которые не жалко взад а которые с грузоподъемностью лучше вперед лишь который грузоподъемный лап они более слабые но зато что они тут что они грузоподъемность больших ох он все запись уже час сорок четыре но ребятки извиняйте ох вот так да не надо не надо лишний мусор этот чем у меня позоришь затворник он меня тут говорит есть своим затворникам и куда затворяйте я вот эти вперед просто накидаю вот так побольше вот должно встать на место если мы вот эти колеса чуть вытащим прямо ладно раскошелимся кинем сюда пару рам минус тоже еще осталось деталь то есть смотри не надо позориться так так вот эти колеса у нас ждет как можно больше так на четыре рама станет четыре рамы никуда не на два станет ох он слишком слишком торчит да на уровне с программами мне не надо тогда делаем вот так слишком легок я не хочу понимаешь тащить ну да нормально все так же сделаем ребят мы уже почти заканчиваем первый самый тяжелый я так вам скажу этап строительства левик это постройка основа очень тяжелый этап потому что эти сколько всего думать надо следующий этап это до до сатрежек возлющий до пор ну-ка вот а чё он так медленно разгоняется чё он больше чем 70 не едет едет на плохо слушай ты а чё если тогда поставить ховеры чтобы он быстрее разгонялся но он разгоняется очень тяжело но он разгоняется очень тяжело как-то там вот там кабина одна там больше ничего это конечно броню то не накидали будет ли он маневрены да вообще почему не нужно почему радары короче взять не надо бронена куда ж он еще медленные бьют ховеры что ли добавить Ховеры будут быстрые Чем мне вот эти последние километры в час Можно добавить ховеры ему Чем больше ховеров добавишь Тем быстрее будет до 75 разгоняться И будет более легкий в управлении Может мне не нужно будет Это максимальная скорость Да, но уже и так 72 детали То есть на броненную У тебя с той же деталей еще осталось Если еще считать светом Так, как хорошо Так, так Так, так Так, так Так, так Ты что, а выжгодный? Ты чего не смеешь? Как ты что не смеешь? Как ты смеешь? Как ты смеешь? Так, как ты смеешь? не дергай только сверху не дергай только сверху можно вот этот перед еще пошире сделать так он не встает смотри не щелка с им шариком я же видео записываю нет наверное не надо его расширять ребят все так оставим я просто думал куда бы еще хаверков фоткингу парочку а и и но смотри они даже не держатся нифига не не касается тогда может вообще их убрать нафиг они нужны смотри чуть-чуть не касается на нет чуть-чуть не касается все-таки тогда надо этот все-таки хумеров я думаю надо накидать и как можно будет обе грамма тоже вот смотри 4 последние вообще не касается видел сзади да и за вот эти ждут может вот эти чуть пошире сделать и поближе их просто даже на тот же уровень и они чуть ближе станут нет я хочу этот сделать ховер ищет толкнуться или так принципе много до уже рамса да ребят давайте накидаем на там на склад сюда еще модули тех которые точно нужны вот но они не требуют энергии потому что у нас на конструкционной детали все меньше и меньше на самом деле место остается так вот 2 где еще там еще боеприпасы полюбой нужны даже даже такое все равно поставить просто спрячу деньги рамы под кабину поставим где там радиатор стоит да нет собака такие тяжелые рамы не распилит все души их по краям вместе поставил тяжелого эти в центр и вот это кстати ребят надо вот это вот плохое расположение раму надо вот так сделать первую очередь вот так это будет намного правильнее да я уж чтобы держаться так модули что еще радар надо поставить обязательно какой какой-нибудь вот нет вот такой тоже на всех случаях надо кидануть вот радар надо поскольку там на сто семьдесят восемь у нас занята то есть нам 100 деталей надо полюбой оставить на конструкцию что помню тут дофига все раскидать хватит для вас за кабины вообще ничего не хочу ставить то что суда будут стрелять все вперед никто не будет стопать мы должны не должен зато плюс верик в сзади кинем все что он там валяется ну зато вот этот хорошее действует от ниже чуть сделан да там еще и ножи снизу можно накидать смотри ножи снизу киданил чтоб совсем утюг был да нормальный он этот отвал смотри как стоит бодро смотрится да пусть стоят чё мне не жалко что они стреляют нормальная платформа получилась броню надо накидывать потому что там 100 деталей а 100 деталей там мало хп на кидится к самому как бы нам заужать его не пришлось убирать две рамы убирать два колеса спереди еще и заужать если он будет слишком раскидить это тоже плохо нет милик такой лёвик ни с одной стороны не возьмёт это я тебе сразу говорю потому что тут слишком много рам которые распилить надо он офигеть их пить ховер бы вот ховер еще накидать было бы вообще толще мотор бы вот можно спрятать еще куда нибудь что пиши да да только 50 тысяч так нормально да умеряем проверяем да ой Все, мотор смотри, снизу ничего не цепляет, а там еще дофига вон снизу все, снизу броню еще дофига накидать надо, чтобы в зад не зашли, ну лафеты кинем, да и все Вот гнезда думаю может вперед их поставить, а? Не взад, а вперед закинуть Нет, просто сзади вот отсюда кто-нибудь зайдет, дробашит и гнезда сломает, а впереди он их не хронит так, если Так, ребятки, выкинула чуть-чуть меня, продолжаем дальше строить В первую очередь, наверное, что-то надо придумать с радаром скорее всего Хотя нет, радар наперед не надо, вдруг копья там будут Ладно, давайте расставлять оружку, броню Ну я и так хотела женятся вперед поставить, первый даже самый вот Я хочу, чтобы он как сосиска отстрелял, то есть и вперед, и в зад, и во все стороны, короче Ребятки, начнем броню кидать, конструкционки в основном будут Ребятки, начнем броню кидать, конструкционки в основном будет Все, вот этого наперед будет очень даже достаточно Что, вот сюжет, смотри? Но он будет утюжить, по-моему, за счет не вот таких ножей, а за счет массы, что масса огромная Соколёс, да, не стреляем, да, то есть надо его все равно выше ставить, однозначно Погрид и рот свой отменяем, да я вот Так, давайте, ребят, используем первую решетку Хотя, блин, нафиг эта решетка нужна Решетку ставить, это вообще хуже неудобно Решетку ставить это вообще хуже неудобно Туда уже, так и не станет Почему не станет, станет Продолжение следует... да я там сигнал забыл сбросить оружку оружку надо вставлять оружку уже броню расставлять и так далее как бы и так далее иди возьми света мастер потому что не хочу после тебя ребятки возьмем одну тяжелую раму где рамка нашли вот они вот такую все ребята думают очень даже чуть-чуть и через чур через черт достаточно чтобы все определились платформа у нас останется в любом случае максимум я если будет слишком мало хп получатся и слишком большое пространство останется тогда вот эту вот возьмем берем ноги уберем одни колеса и платформа где-то вот ну на стопу примерно упоротим или даже еще больше на стопу упоротим он через счет километра полчаса нет ни сюда как хотел а 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 че надо максимум да я так уж достроить не могу никуда нет ребятки боеприпасов уж конечно знаете друг от друга подальше кидануть ближе к центру и защитить то что ты сразу болена здесь и и Продолжение следует... 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 Я чувствую с оружием я сейчас запариваюсь. Отвечаем. По-моему, на таком здоровом лёгке место все оружие хотят. Не, то я просто-просто накидываю ребят, не думайте о ничтое. Не, ну на самом деле, как я по длине хотел сделать, не получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это коротковато нам чуть-чуть получился. Как бы кабину взад, а за киндер, ребят. Кабину взад хиданутища, вон, старушка, видите, не хватает места, на самом деле. Сейчас старушка выше-выше друг друга ставит. И гелиос уже еще есть, я не знаю. Так, давайте думаем. Ну, радары, понятно, вот так киданули, все, вот один сюда, допустим, да, допустим, вот один сюда, все. Все, радары киданули, радары есть. Потом подумаем, как их поставить лучше. Думаем, как кабину поставить. Если я вот так на самом ее зад кину, на две рамы все держится, да? Да. Вот, конечно, ну да, но ее и надо на самый зад кидать, потому что, бля, смысла нет, вот середина стоит. Сказалось, еще гелиосу можно будет подфоркаем за рушку. Шахмат на порядке плюс ставит. Идея женицы поставить рядом, да. Немножко так, чтобы у него все стороны стреляли. Вот, хорошо. Первый наш клиент. Он, да, сразу разбомбил. Ну, конечно, хп 415. Еще хп не накидали, ни капельку, бля. Ребят, в 2 часа 17 минут идет видео. На этом первая часть подходит к концу у нас. Я сейчас нажму стоп. Вот, всем, кому понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Буду очень рад. Поддержите меня. Хочу набрать до 1000 подписчиков, чтобы мои ролики дальше уже YouTube сам раскручивал. У меня пока мисс 55 или 53 подписчика. Так что, ребят, поддержите меня. Подпишитесь, пожалуйста, кому видео понравилось. Сейчас я буду сразу снимать вторую часть, чтобы сильно не затягивать. Вторую часть уже будем обрастать его жиром. Располагать оружку. Ну, скорее всего, не все придется делать. А в одну линию, как я хотел, потому что по длине просто не хватает. Иначе оружка не будет нормально стрелять. Еще длиннее делать тоже смысла особо не вижу. И так корабль получится. Вот. Ставить куда-то вниз что-то тоже не вижу смысла. Так что, будем как-то так сейчас лепить, делать. В общем, вот это вот мы имеем на сегодня. Вот. Всем спасибо большое. Всем пока. Ждите следующую серию. Субтитры сделал DimaTorzok